МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если лед голубого и синего такого цвета, то он считается прочным. Если цвет его белый, белый матовый или отдает желтизной, этот лед очень ненадежен. Он самый опасный, потому что он ломается без даже характерного предупредительного потрескивания. В темное время суток и при плохой видимости на замерзшем водоеме и вовсе делать нечего. Можно не разглядеть подвох, течение, ключи, подводная растительность. Все это ослабляет лед. Если вы видите из-под льда торчащие коряги, тоже нежелательно выходить на лед. Там лед ослаблен. Либо, если это полынья, какая-то растительность, там также лед ослаблен. Желательно придерживаться протоптанных троп каких-то. Если есть лыжня, по ней безопаснее пройти. Если нет, то надо быть очень бдительным, внимательным, всегда оглядываться. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ногой. Если вдруг случилась беда, первое, что советуют делать спасатели, не теряясь головы. Спасение провалившихся может быть по силам самим провалившимся. В первую очередь нельзя паниковать ни в коем случае. Не начинать, как обычно люди, дрыгать руками. Вы только быстрее замерзнете, потому что водичка здесь прохладная. Даже в костюмчике. Надо широко расставить руки, чтобы вас в течение не унесло под лед. И попытаться выбросить самостоятельно. Широко раскинув руки, потихонечку, потихонечку, грудью заползать на лед. Вставать нельзя, нужно перекатываться и только в ту сторону, с которой пришли. Чтобы не провалиться снова, в арсенале спасателей для таких случаев есть специальное приспособление. Конец Александрова. Если мы видим, что человек тонет, мы ему озвучиваем, что помощь идет. Смотрим, с какой стороны примерно заходил по следам. И начинаем какие-то предметы. К примеру, у нас конец Александрова. Если это гражданские люди, можно брать какие-то попутственные предметы. Будь то палки, лыжные палки, лыжи, доски. Все, что широкое. И продвигаемся, желательно, на животе. Руки, ноги расставлены. Не доползая 3-4 метра до провалившегося, нужно бросить конец Александрова. Далее дело техники. Человек спасен. Что для спасателя легко, для простого человека задача со звездочкой. Как работают советы профессионалов? Проверяю на себе. Сейчас я попробую себя в роли спасателя. Итак, вспоминаем советы. Любое подручное средство, которое поможет вытащить провалившегося. Например, пояс. И вот здесь у нас имеется палка. Попробуем с помощью пояса и палки вытащить провалившегося. Помним, что идти нельзя. Мы ползем. Не так профессионально, как спасателям. Но мне удалось помочь человеку выбраться из ледяной воды. Значит, это по силам каждому. Главное – помнить правила поведения. Впрочем, их могут напомнить и сотрудники аварийно-спасательного формирования. В зимний период они проводят профилактические мероприятия, в ходе которых раздают памятки тем, кто, несмотря на опасность, все-таки выходит на лед. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.